31 марта и 1 апреля В здании Международного центра обучения Восток-Запад Прошел семинар для врачей-косметологов Проводил занятия врач-хирург, дерматокосметолог Ведущий тренер компании Кловермет Валерий Швоенко Наша компания Кловермет представляет в Уфе Новые препараты для биревитализации и контурной пластики Поэтому я и нахожусь здесь В данный момент провожу семинары по этим видам процедур На сегодняшний день процедура биревитализации и контурной пластики Одни из самых востребованных на рынке И пользуются большой популярностью у пациентов и у специалистов в эстетической медицине Потому что это очень эффективные методы коррекции внешности Без использования каких-то более инвазивных процедур Сегодняшний семинар наш построен таким образом Что в начале дня, в первой половине дня я рассказываю теоретические аспекты этих процедур Затем мы перейдем к практическим отработкам И я покажу, как проводить эти процедуры, как нужно, как не нужно работать На семинаре были представлены новые препараты для процедуры биоревитализации Биодженерики – новое поколение масок и пилингов, которые являются альтернативой хирургическому вмешательству И удобны для начинающих косметологов Это препараты на основе ретиноевой кислоты Которая является синтетическим аналогом витамина А И заставляет клетки кожи активно делиться Способствует сохранению влаги и выработке коллагена Подавляя деятельность различных бактерий Компания Нагана с компанией Клавермет Город Москва сегодня представляет презентацию И обучающий семинар для врачей и косметологов города Уфы Республики Башкортостан Мы представляем такие марки, как Эквио, Эквио Плюс, Биодженевити Это контурная пластика и биовитрилизация Семинар прошел с большой пользой Например, уфимские врачи-косметологи Узнали, что ретиноевому пилингу Должна предшествовать подготовка кожи в домашних условиях По назначению врача Пациент должен самостоятельно применять специальные кремы И лишь после этого приходить на процедуру в клинику Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok